что у тебя есть на нем катаешься а у папы есть электролебедка здравствуйте глубоковажаемые любители летных видов спорта у нас подарок причем двойной первый подарок самый главный ко мне приехал серёга привет всем привет если вы думаете каким образом обычные там кто это вообще такой вот обычный человек вы иногда пишите а как ты смог начать летать на плане где-то вообще планер взял как-то смог его купить о вы сделали изобретение в свое время и елал ну нет девяносто пять процентов свои вставил но последний последний раздолбай вот на этого умного человека кто мог изобрести ну ладно смысл в том что в какой-то к давным-давно когда деревья были помоложе но я тоже мы придумали как лучше сделать лебедку гидравлическую она получилась настолько удачная настолько хорошо было их сделано много большое количество счет штук и даже сейчас есть такой термин куплю лебедку старую лебедку волкова дорого поэтому они до сих пор работают все 38 лебедок выпущенные мной там работает схема придуманной серегой и самое интересное что я получил новую лебедку электрическую и как раз сергей приехал в гости но и распак не распаковать ее будет кощунством да я как старый адепт гидравлики могу вам сказать что это новые технологии это 21 век это уже нечто что превзошло то что мы использовали 10-15 лет назад когда конструировали на гидравлике это уже все это вот пришла современная технология электрика управляемая электроникой полный контроль всего и вся что вы хотите делать в общем я вот как гидравлик просто сейчас стою и у меня текут слюньки из-за того что я понимаю что все я уже не нужен я поехал 10 лет назад был разговор у нас сергеем на тему о будущем о том что будет и он он мне говорил как раз будущее за электричеством вот начнется с легких каких-нибудь систем а потом все дальше 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 все будет переделываться в электрику у нас с трактор вон посмотри мы сейчас в этот трактор залезем там гидравлика скоро будет электрика через несколько лет да 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 друзья самовар хоть он и на шишках работает но у него дай-ка я покажу не тропривод да вот она гибридный самовар гибридный автомобиль потому что у него есть раньше экшенджер такой маленький чемоданчик который сзади стоит и если нужно заряжает основную батарею ну и вот так у макса только нет электро велосипеда макты сам электродвигатель ну что он пакинг а да давай так давай транспорт еще потому что нужно ее отнести чтобы она в красивом месте стояла но подожди тут я тут я сейчас скажу изначальная идея лебедку то мы сделали с кириллом и когда начиналось это три года назад основная дело кирилла было сделать маленькую лебедку чтобы жена могла закинуть на фаркоп и заточить мужа я могу слушай ну вот это вот будет очень сложно это будет ломаться это будет не крепко это будет вот вот как то вот так вот да нет сейчас все будет и часть времени мы потратили на то что были сначала конструкции совсем такие легенькие которые нагрузок не выдерживали постепенно при превратились в хорошую крепкую конструкцию но могу сказать сразу если в дело я это было бы в два раза тяжелее а из-за того что это делал кирилл вместе со мной ну то есть мы шли с разных с разных концов к сосиске к середине но потому что я знаю что каждая да что эту лебедку может сломать любой до пользователя неподготовленный поэтому надо сделать крига и тяжелее крепче и надежнее вторая позиция только она уже откатала 00 ну то есть это нет это не это последняя итерация это generation for generation generation до после трех генерации недостаточно жесткий а это вот улучшены на макс скорее давай рвай режь generation for а я буду рвать как папу папы антопин к вам а вы тоже макс дай ножницы секунду я вниз отрежу там не сорвешь да подарок макс открывай подарок подарок это какие-то запчасти макс скорее я друзья никогда не снимал роликов или антопин потому что мне кажется что это совершенно пошлое занятие но в данном случае она мне пошло уже не кажется это же весело я сам не знаю что внутри несмотря на то что я активно участие принимал в обсуждении как эту лебедку сделать конечно финишная работа была кирилла в этой версии и он ее довел до инженерного совершенства то есть готовлю отправки во францию третий прототип волково много интересного датчик напряжения удобно появился на батарейке сразу понятно стоит ее подзаряжать или нет потом там еще спрятанная температура есть это внутренняя температура транзистора бмс она включает автоматом охлаждения в общем-то нормальных условиях она никогда не будет включаться полностью нет никаких люфтов всего плотненько тут переделан был вот этот узел для этого самое важное такое механическое нововведение ролик там стрелочка та самая стрелочка натяжение этого ролика вот я думаю что прямо годами это все будет работать полностью новая система отвода тепла с тепловыми трубками тут спасибо андрею из ноябрьска классно теперь работает гильотина без каких-то проблем по кнопке там по радио рубит новые вот эти вот большущие шайбы на которые будет наматываться трос в случае его падения а падение бывает по самым разнообразным причинам и тут вот это все предусмотрено специально что он когда падает он не ломает вообще ничего здесь и сюда намотается с обратной стороны примерно то же самое вот и тут через шкив тоже можно будет как-то залезть как-то там либо отрезать либо попытаться отмотать в общем это все тут очень важно вот эти маленькие нюансы насчет значит головы вот очень удобно что голова вот так убирается и удобно также что голова встает вверх выпуск он именно сверху идет потому что достаточно часто стиль в какой-нибудь есть смысл залететь прямо за машину аж назад ну то есть тут на 360 градусов можно летать в любую сторону и удобно то что трос высоко то есть можно было конечно как-то там сделать голову куда-то сюда там типа что-то сэкономить но вот такая конструкция она удобнее потом что еще важно вот мотор здесь внизу и вот этот корпус он достаточно широкий и центр тяжести получается у него снизу и если вы просто его ставите в багажник и просто едете он не пытается упасть комплекте аккумулятор 100 амперный часовой 22 банки литий nmc сам контроллер тут максимально все благоизолировано но понятно что возможно не идеально но я думаю дождь не страшен будет здесь шторка специально чтобы нельзя было воткнуть неправильно то есть разъем вставляется сюда вот такое движение и разъем вставляется вот в этот первый коннектор а потом в любом порядке вставляются остальные это для мягкой зарядки вот этих всех им костей такое в общем не радостное событие первая отправка серёжа ты испытываешь техноргазм сейчас глядя на вот эти все детали я даже больше спектр чувств испытываю потому что на самом деле друзья если посмотреть уровень обработки изделий а я все таки и в металлообработки участвую тоже мы производим всякие гидравлические штучки и здесь уровень производства скажем так несмотря на то что это первый экземпляр и можно сказать не фабричный ну да единичный да скажем так не фабричное пока производство он просто меня поражает если честно все сделано интересное вот эта голова это литовская голова сделано в литве есть замечательная фирма парвинч которая делает лебедки механические и в данном случае они нам помогли вот этими ведь сейчас мы посмотрим как это вынимается о вот так вынимается вот этой вот головой то есть это не наше изобретение в свое время там два года назад я приехал к ребятам попросил гри слушать помогите нам потому что изобретать вот эту головку не хочется самим они любезно предоставили нам ее и потом собственно вот мы приобретали ее и мало того нас гильотины которые сертифицированы в германии потому что самое тяжелое макс пальцы самое тяжелое было сертифицировать гильотину макс гильотина работает и в ручном режиме пальцы туда совать нельзя потом чпок да не хватает здесь наклеек как на любой немецкой вещи ахтунг и покрашена красным и нарисован лапка вот голова закреплена здесь два штифтика удобная конструкция посмотрите как идет допустим провод на гильотину то есть с ними он же он же здесь вот здесь заходит и вот так красиво внутри идет сюда заходит вот эта гильотина электрически срабатывающая чтобы заставить или до кнопку не знаю есть маленькая блестящий вот вот это на гильотину привод где что стекло ну да для красоты ну ты как красиво веск это контроллер основная была идея как сделать так чтобы сломать было нельзя и вот первую электрическую лебедку которую я сделал ее сломать было нельзя когда садилась батарейка лебедка вставала в аварийный режим и она работала так два дня на батарейке и и не заряжали как говорили классная лебедка классная батарейка все хорошо и на третий день она остановилась и вот один человек но он нажал на кнопку перезагрузить и лебедка снова заработала год я ее починил и так он начинал 16 раз на 16 раз села батареи сдохла совсем на 3000 евро батарейка поэтому все что я всегда говорю кириллу нужно сделать так чтобы никакая вот не могла сломать инициатива инициатива не могла сломать эту штуку вот поэтому одна из задач лебедки быть максимально другое устойчивое и ну и плюс здесь сделано все так чтобы трос слетевший например не попал в ремень там кожухи и так далее то есть вот здесь максимум чтобы не перетерлись вот эти вот проводочки то есть огромное количество человека часов потрачено на оптимизацию конструкции и она сейчас ну реально вылеза здесь электронная часть вот этот весь модуль отвечает за то чтобы работала гильотина гильотина вот может обрубить трос в любой момент это важно если вдруг что-то пойдет не так реализовано прекрасно охлаждение кожушочки для каждого шкив чека то есть все чтоб нельзя было туда ничего засунуть на трос туда мой мог попасть ну ребята вот просто кирилл довел эту конструкцию до уровня как сказал серёга бог по весу конструкция друзья смотрите один человек может ее поднять не ну может где-то килограмм 36-40 она весит второй тест может ли человек сделать шаг смотрите 1 шаг для человека и большой шаг для человека огромный шаг для электрических лебедок помните этот момент как она вешается на фаркоп на фаркоп монтируется с помощью вот этих болтиков вот такая пластина красивая замечательно из нержавейки вырезаны лазером отлично еще крути 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 молодец макс жена руками кинула ну это было изначально идея что жена одной рукой а потом она трансформировалась согласись не очень-то сложно ну и расчет что два человека будет вот так вот челк застегивается и зажимается вот друзья вот вместо застегивания дальше на конца контрится вот этим штифтом и с помощью вот этих двух и зажимается деформация идет немножко вот этих вот пластинок все это зажимается работает прекрасно но я покажу уже в боевую когда вы зажмется но сам узел крепления вот он все здесь усилена то есть вот вот на этом вся лебедка держится и вот этот узел передает всю нагрузку дальше провод спокойно выходит через заднюю дверь аккуратно пойдет и вот на все четыре разъема он прицеплен по идее лебедка готова к работе здесь крепко давай побрымкаем но если тянуть что называется тандем то нужно конечно отсюда делать оттяжки на вот эти петли дверей например или если у вас есть багажник на багажник так на всякий случай а так одноместный параплан такой даже толстый как я вполне себе должна это лебедка вытащить аккумуляторной батареи несмотря на то что в ней сколько киловатт-часов что не с вами 1 90 вольт это 9000 вольт ампер часов ну собственно вот 9 киловатт-часов очень приятный чемоданчик все углы закруглены можно везде положить в принципе я могу свободно так ну что давайте чемоданчик положим и серега подсоединит лебедку она серега большой специалист по подсоединению лебедок потому что он работал в кончинке и знает как это подсоединяется давай если бабахнет то ты будешь виноват система друзья теоретически до рукоустойчивая вот это правда надо закрыть флажок этот режь не очень а как ее как еще подожди не тыкай но уже не тыкай а вот подвигается с помощью разъема и втыкается потом открываются все остальные разъема можно втыкнуть остальные но первый должен быть этот светится все очень красиво так ну что включай лебедка по идее подсоединит уже работает у сереги есть умное приложение нет но рождение приложения есть лебедки нету ну давай включай приложение пока непонятно как и пришли мы на критической высоте то есть очень низко и сейчас отсюда должны выбираться тебе страшно ты контролируешь ситуацию то я надеюсь конечно и сейчас будем пытаться выбраться вот этим страшным скалом жопой чирка попой ну как вот интересно есть какие-то регламенты нельзя подлетать к горе там ближе например там 100 метров нету нету ну то есть регламент опять же мой любимый здравый смысл я летаю я не рекомендую новичкам летать потому что нужно для такого реально чувствует свой порт очень хорошо но если ты более-менее владеешь ситуацией то ой к боже мой итак макс открывай дверь где хранится лебедка скорее в макс тут ключ открывай как у буратины вот смотрите ключ как и правильный ключ да вот такой старинный много лет ему настоящие ключи так вот таким ключом открываем дверь где хранится святая святых лебедка и заходим старинный подвал вино у нас там хранится макс ты не помнишь об дано легкая принципе жена сама на фаркоп вот это вот все да жена сама на фаркоп повесит да и подкачаться им так об много продолжаем разговор продолжаем эксперименты ну вставляешь тифт макс на только смотри нажать вот на эту пупочку и вот толкай оп молодец все пил вымотали тросик пойдем за батареей пойдем за батарейкой слепа цепа 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 зигзаг на ты один тачишь аккумулятор пока мы тут средненакачанная жена пока петуха кормим максим отойди заработала первым делом мы набатали бороду друзья читайте инструкции самое главное в лебедке что читайте инструкции перед тем что в жадать слушай но мы же можем вручную в ноль поставить макс баба баба ганна я нашел баба гана на да там по идее то всего ничего размотала я понимаю 10 метров ну тут совсем чуть-чуть до согласен то есть потери несущественные весы во время хрюкнуть но конечно есть нюансы видите мы вычисляем эти нюансы в зоне торможения называется не шали не не надо шли все размоталось ну потому что когда лебедку включили там есть зона торможения это является вот короче там есть есть длина троса намотанный барабан на барабан в конце троса ты ставишь там зона торможения типа у тебя ноль давай давай чего я тогда я предлагаю привязать тебя к велосипеду нам же нужна нагрузка давай на велосипед и концу троса подавай а ты в тачку веселее будет пишет хоть пишет так вот друзья самая первая версия электролебедки была сделана 2001 году конструкцию электронную часть дело тогда сергей плеханов и делаю и достаточно неудачно потому что все время все горело и ну тысяч 10 долларов мы сожгли на всю электронику просто горела взрывалась там и вот какой-то там седьмой или восьмой блок который он спаял он говорит все теперь точно зашибись вот и он говорит вот так подержи палочку я сейчас говорит вот тут настрою и вот она там включится и вот он включает я держу нагрузку потом говорит слушай а ты туда и и назад вот так трим трим поделай пожалуйста чтобы значит что-то заработало я вот делаю так трим трим и вдруг я обнаруживаю что я лечу я лечу параллельно планете впереди лебедка и у нее уже взорвался вот этот вот блок управления и какой-то горит горит малинового цвета пламя я туда лечу и думаю ой что делать и вот это несколько секунд длится потому что я уже даже разогнался вот так в полете и понимаю что совсем все плохо и моя самая умная мысль думаю зачем я держусь за эту палочку я ее отпускаю все это туда сматывает заматывает лебедка опять не работает и конец этой истории с этой лебедкой был такой что еще одну модификацию модификацию все-таки сделал сергей и мы летали в мышкино тогда на мажайского водохранилище и вот я как сейчас помню такой классный день замечательный такая термичка все классно полетали и вечером возникает идея они испытательном лебедку мы разматываем трос я цепляюсь на параплане идет такой красивый взлет вот и вечер такой мягкий нежный и так далее тут я вижу только такой дым взрыв на лебедке и через некоторое время там же скорость звука сколько 300 метров в секунду через пару секунд такой звук и красивый такой грибочек над лебедкой и это был конец проекта надеюсь что с этим не будет также давай серега давай 6 килограмм давай ура мотает я просто боялся больше навалить чтоб тебя там это как котенка я не полетал как с плехановым да ура заработала так и гиги 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 оп и ты даже остановить так можешь ну да ну еще друзья до чего техника дошла в прошлый в сколько в 2001 год это 20 лет назад что ли 20 21 год его 21 год друзья было намного хуже так все поставил 0 break все я побежал всего полтора киловатта аня вру заряжатель вот так сделаем ну да что случилось лебедку завалил беги ну логично я всегда исповедую идею должна быть одна кнопка этот рычаг и тянул к это слишком умная хрень на мой взгляд но смысл в том что дальше делается радио ручка то есть будет у пилота ручка с вот как раз одна кнопка тянуть или не тянуть то есть все настраивается будет предварительность телефона это конечно будет от но может можно будет поставить прям программу которая уже готова ваш не надо ничего делать вот я как не любитель не телефонов не компьютеров вот это все ненавижу да но как раз основная идея что эта штука должна управляться или со шнурочка грубо говоря какого-то или радиоручкой и вот это будет реализовано будет простейшая тупейшая система с там с двумя кнопками допустим или с тремя ну кнопка рубить трос кнопка тянуть кнопка не тянуть собственно и все инструкция нужно инструкции мы запишем ты хочешь вот новая гидравлическая лебедка может затянуть сколько угодно куда залезай залезай в кресло я против буду рассказывать залезай на трон друзья вы часто задаете вопрос там история успеха как вы значит получилось так что и ты хочешь залезай тоже сюда как красота как так получилось давай ко мне макси как как получилось так что вы летаете на плане в альпах и так далее и тому подобное также может быть серёга спрашивает а как у него получилось сделать свою компанию успешную иметь свободу финансовую и вообще другу любую все дело наверное в молодости когда-то когда-то мы давно давно не боялись принимать различные решения вы рисковать наверное как-то и вообще просто делать ну то есть мы не боялись делать ошибок и не боялись думать что можно по-другому я пришел в фирму где работал тогда сергей это был гидропак и весь тех отдел он но это были такие хорошие люди но уже давно работающие из таких наверно немножко закостенелым решением они не не могли подумать что по-другому как-то можно что-то вот первое что там сделал я взял клапан гидравлический кто-то так на полно просверлил в нем он он управлялся вращением я просверлил резьбу воткнул туда просто обычный шток и который там приводил движение ручкой и получилось безумно удобно управление лебедкой я спросил можно так так нельзя потому что так никто не делает и единственный кто в этом тихо деле меня понимал серёга потому что вы с ним начали дальше изобретать активно и я был дико рад когда он ушел из этой организации и просто ушел в другой мир взял вот так вот в один в один момент так рукой так и пошел делать вот такие рукава высокого давления хочется назвать шланги но это же неправильно рвд рукава высокого давления и чтобы понимали с чего это все начиналось первая установку для того чтобы обжимать эти шланги бак для него варился в моем гараже его варил андрей мой друг до сих пор существует это да работает еще да и он не течет он идеален просто в гараже делать хорошие вещи из нержавейки человек нам сварил бака века на века да и у игоря я хочу он заметить все так сделано и вот та лебедка электрическая которую вы смотрите это же тоже по большому счету продукт опыта полученного в том числе и при варении бака из нержавейки золотая середина сейчас уже выработана да и человек может поднять и надежность да но я про тебя рассказываю хватит а сергей сделал фирму вместе с алексеем да и они начали сначала жать оптимально вот эти рукава высокого давления делать это удобно то есть к ним можно было приехать можно было курьеры были еще чего то есть была абсолютно грамотная организация всего процесса так что потянулись люди с людьми потянулись деньги фирма начала расширяться и выросла сейчас до очень приличного приличной фирмы гидраэл же называется гидраэл гидраэл инжиниринг так что велкам ребята кому нужно что-то нестандартное и в то же время с гарантией работы до милости про и за этих за этих людей я ручаюсь своим душой сердце и так далее а следующий наш шаг это подключение электрики и электроники к кидравлики уже понятно что трансформация в отрасли неизбежно уже очень многие фирмы переходят с чисто двигателя внутреннего сгорания плюс насосы плюс гидромоторы на электропривод ну может быть гибридные какие-то варианты первые появятся и вот я думаю с игорем игорь мне очень сильно поможет в этом трансформацию том числе и персональную мою пройти к электрике это очень важно сейчас до будущее за гибридными технологии у нас все гибридная машина гибридная самовар гибридный ну лебедка сейчас электрическая но более тяжелые лебедки на дизель да пока на дизель на электромобиле с паркопом я еще не видел да будет будет да так что сейчас открутим и на твой бмв и 3 приварим в общем друзья подключение лебедки к автобусу и полеты в следующей серии фу но что я могу сказать по ощущениям на когда разворачивается есть легкий легкий такой маленький пару килограмм такой не рывочек даже легчайший и все и дальше опять все хорошо да максик папа летает папа разматывает трос работает размотчиком да да я обратно максик приземлюсь конечно сейчас мы немножечко затянемся повыше дяди сереже и приземлюсь обратно мы сейчас сергеем пойдем летать на планере мы еще в воздухе чуть-чуть на экскаваторе поедем ну конечно да не бойтесь шагать в пропасть то есть вот перед вами история двух человек я работал тоже когда-то в офисе и для меня было дико страшно сказать а я ухожу вольное плавание я не знаю что я буду завтра кушать потому что не знаю смогу заработать денег или нет но это выбор некой свободы вот я выбрал такую свободу сергей выбрал такую свободу и мы сейчас макс макс такую свободу выберешь и мы сейчас можем жить той жизнью которая нравится нам принимать решение с ними вид свободы вид свободы да вот в таком доме солнечными батареями с замечательными соседями добрыми это счастье и счастье если кто-то говорит вам просто повезло да повезло очень много повезло таких друзей встретить замечательных но в то же время я что-то еще и делал то есть вот шагнуть в пропасть когда нибудь как говорится подними свой зад и начни думать по-другому начни думать по-другому до новых встреч уважаемые любители летных видов спорта дай бог вам удачи салют господа мне григори